слушайте я очень волнуюсь да честно скажу всем привет а волнуюсь почему потому что я сейчас вот вышла в прямой эфир но если девочка скажет что нет я тогда прямой эфир отключу волнуюсь почему потому что я приехала к участнице своего марафона стройности сейчас у нее все подробно расспрошу в каком марафоне она участвовала честно говоря даже не знаю как ее звать которая у меня похудел на 40 килограмм на 40 килограмм она мне прислал фотографии когда я вообще просто сама обалдела я думать не может этого быть вообще просто 40 килограмм сначала было сообщение от нее а потом она прислал фотки и я вспоминаю то что да девочка у меня участвовал потому что я помню фотографии когда она была полная потому что у меня тогда были призы в марафоне 10000 и соответственно мне все высылали кто бился за призы вы соли высылали фотки полном но вернее в полном а фото до и после сам факт что я ее помню фотографию но я к сожалению удаляю сообщение из ватсап вот и соответственно у девочки все получилось все вон она идет и если она сейчас скажет что она не будет выходить прямой эфир я на нее тогда абсолютно не обижусь и ничего слушай я тут вышла в прямой эфир да но я тебя пока не показываю спасибо смотрите что мне принесли я не стал покупать еду вообще да я потому что уедает все таки не то я тебя отступил снова бог что работает слушай я без маски сижу сейчас я одеваю маску у меня тут есть еще руки побрызгать если чё так одеваю маску и вот это вот так блин разговаривать будет тяжело конечно слушай ну ты не против да если вы эти подарок я короче тебе выбрал просто на свой вкус слава богу что некоторые у нас работают магазина у чок-чок есть товар первым необходимости слушай я сейчас сижу да вот во первых я говорю я конечно к своему стыду я да 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 я с тобой не познакомился насть насть очень приятно так вот короче настя да сейчас мы у нее все расспросим все все я расспрошу у нее как и чё потому что смотри короче ситуация такая скажу честно когда то есть я вела марафоны и то есть был пресс здесь я просил всем скидывать фотки да и я твою фотку помню там не скидывала но ты знаешь у меня такой там просто перегруз и я все время когда у меня марафон начинается меня вот так трясет что у меня сейчас вырубит из-за того что будет но переполнен телефоном не муж гурт удалять то есть все марафон закончился я удалял все сейчас не делаю никакие призы потому что когда приз это пипец то есть я три дня во первых меня я боюсь что сейчас опять вот как надо вот это оспарить и мне надо сидеть вот это вот все то есть я думаю блин нет это такая нагрузка думаю и что ты как-то я вот решил что этого не будет соответственно уже не фотки никто не ждет когда-то мне прислал сообщение то есть она мне прислал сообщение чтобы худел на 40 килограмм ура то есть перешелся кидать и до какой цифры и тогда уже прислать мне я сижу я думаю я сижу такая дума не пойму конкурент присылать потом когда присылаешь фотку я вообще охренела я такая думаю слушай думает счет потом я по лицу я смотрю до лицо одно и я помню вспоминаю что была твоя такая фотка я думаю может это все-таки конкурентом не шлю сейчас каждого чего выставит а мы скажем что это она похудела там такая то вот это или там то скажешь калачева результат присоеду короче пипец и я вообще была в шоке конечно вот и мне тут начали сразу спрашивать а как она у нее там с кожей как дела как чего вот это вот все и я говорю да скорее всего номер молодая потому что судя по фото такое ощущение что человек просто вообще занимается спортом не вылазит из спортзала ничего вот расскажи вообще по поводу молодая мне 29 до по поводу спорта до беременности я активно достаточно мало спортом потом получается то что как бы но забери меня как-то после беременности я пыталась войти калию ну что-то как-то меня это расслабило окончательно а на поделки какие-то жизненные случаясь может у тебя там развод обычного надо нет я такая же просто я думаю когда вот я вот так вот вообще вот хочу до худеть у меня мотивация у меня что-то случается жизнь то есть да то есть там типа развод может там любовь может там какие-то носит какие-то серьезные такие что в дал то или мне кто-то сказал слушай вот это ты жирная был такой я прям плакал я встретил старого знакомого и он не такой год слушай а чё с тобой случилось ты чё такая жирная вот это меня толкает а так вот чтобы вот что вот у тебя как муж по крайней мере конечно чем больше я становилась тем меньше естественно у него было внимание но все равно меня поддерживал не смотря на то что меня расперло как барабан нет но когда живешь ты знаешь вот когда живешь да то есть не замечаешь вообще-то у меня тоже его распирал 137 володя да я как-то не замечала видим но вроде нормально да ну да да уже когда смотришь со стороны особенно вот на фотографии естественно видишь все да больше меня сподвигло то что как бы начались проблемы со здоровьем То есть я это сразу поняла, что это связано именно с моим ожирением, как это еще можно назвать. Это было ожирение. Сколько у тебя был ожирение? 96,8, по-моему. Ну да, а рост у тебя невысокий, да? Ну, где-то 163 вот так. Средний рост. Да, средний рост. То есть это до хрена. Да, это очень много. И я как бы не ощущала того, что мне там очень тяжело, у меня какая-то одышка или еще что-то. А именно вот начался гормональный сбой, ну, в общем, женское все вот это. Ну, я, естественно, обратилась ко врачу, там сдавала анализы, все это. И она говорит, ну, как бы надо худеть, потому что это. Ну, и вот тут я, получается, я на вас подписана. Я. Да, как ты собралась? Ну, у меня же нет образования, то есть у меня ничего нет абсолютно. Ну, я решила попробовать, потому что, ну, меня замотивировал именно ваш внешний вид. О, вот я врачу говорю, уши, лапы и хвост. Вот мои документы. Ну, ты знаешь, на самом деле, вот я занимаюсь, да, с чемпионом мира, да? Он, то есть, на Арнольд классик выступал, там, завоевал места, все, там, и в команду ездил. Он говорит, Юль Геннадьевна, сейчас вот вообще на Западе, он говорит, у меня корчик, говорит, вообще во, но ни одно я не получал. Они вот нахер, говорит, не нужны. То есть, на Западе это вообще уже давно не пользуется вообще никаким спросом. То есть, смотрит на человека. То есть, если человек, там, что-то из себя представляет, достиг результатов, значит, в принципе, его система работает. То есть, он знает, как это сделать. Если он знает сам, применяет на себе, то есть, по большому счету, он сможет тогда это и передать свой опыт и другим людям. Встречаются равно по внешнему вену. Вот, ну и что, и ты, короче, у меня решаешь участвовать. Да, я участвовала в одном марафоне, хотела участвовать еще во втором, но как-то мне вот настолько хватило вот этого заряда от первого, и я вижу, что у меня... Может быть, если бы результат пошел медленнее, меня бы это сподвигло именно уже на участие во втором, я бы, может быть, задавала какие-то вопросы еще четко. А здесь все предельно понятно, и мне, в принципе, достаточно сториз в вашем аккаунте. Ну да, 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 то есть, все равно я же выставляю им институционные сторизы, вот, вот тип того. Да, ну, конечно, интересно в плане того, что новые рецепты вы выкладываете. Мало, блин, мне некогда, мне не хватает времени. Ну, все равно для разнообразия хватает. Ну, вот, собственно, и вся история. То есть, вот я вот в июле участвовала. Ну, то есть, ты продолжаешь все-таки эти принципы придерживаешься. Да, да. То есть, ты можешь наручить там что-то, да? Еще хочу забросить немножко. Я вчера, скажу честно, вот, скажу честно, я вчера налопалась куличей на ночь. То есть, я вчера, что-то, я не знаю, что, короче, мне привезли такие вкусные куличи, пипец. Я, короче, снова... То есть, я все время говорю, ничего не держите перед глазами, потому что это 100% вы съедите. Я вчера, я вообще, я сегодня, я просто мучаюсь желудком, у меня желудок. Болит наглухо. Я думаю, боже мой, как люди жрут, как они жрут, вот никак не в себя. Это же вообще, то есть, со здоровьем это 100% проблема. То есть, у меня сегодня с утра вот, на чем, вот здесь вот болит, я думаю, коронавирус. Коронавирус. Думаю, где легкие? Где желудок? Думаю, тут. Болит тут, значит, не коронавирус. Или, думаю, может, уже дало туда. Да? Короче, пипец вообще. И, соответственно, да, то есть, и внешний вид, и все. Но тебе, ты говоришь, спорт лучше бы, да, еще подключить? Да, мне, я чувствую, что мне не хватает. Но сейчас, ввиду вот этих всех обстоятельств, как бы сложновато. А так, я с коллегой на работе уже, мы с ней решили, куда мы пойдем. Когда нас выпустят на волю. Вот, то есть. Ну, и еще, естественно, в начале было сложновато. Я сменила место работы, и на предыдущем месте, как бы, не поддерживали. То есть, у нас очень большой коллектив. Порядка 40 человек. Мы все вместе сидели. То есть, это просто этаж. И у нас были элементарные, там, перегородки. И, естественно, дни рождения. Ну, это можно все представить. Все тащат, там, либо пиццы, либо тортики. Было сложновато. Но, как сказать, меня, наверное, перемкнуло. И именно, вот, психологически было сложно. Ну, подожди, они сначала нам психиковали, да? Да, естественно. А потом, когда уже начали видеть результат, уже не было такого внимания ко мне, вот, в эти моменты. Ну, как бы, потом уже это... Ну, а потом... Начало вызвать восхищение, конечно. Ну, а потом некоторые начали узнавать, наверное, то есть, когда увидели результат, да, что это вдруг у тебя контейнер, там, то есть, вот, сначала, наверное, не верят, а, ну, вот, расскажи. Ну, они, в принципе, видели, как бы, что я ношу контейнеры с едой, что я, там, в определенное время кушаю, потому что мне это, как бы, позволяло. Нет, сказать, чтобы прям спрашивали именно про систему питания, нет, не спрашивали. И, ну, в процессе разговоров это было связано с тем, что люди почему-то не верят в силу волю свою. Угу. То есть, ну, действительно, наверное, для того, чтобы решиться, все-таки это глобальная перемена рациона питания, и вообще переосмыслить это нужно, потому что, допустим, сейчас я понимаю, что если я начну есть все подряд, то, естественно, на это все в не вернется. Сто процент, сто процент. То есть, если ты опять вот это вот, на то же систему, перейдешь на свою, которая, ну, обычная, как вот, да? Нет, я обычный человек, я обожаю фастфуд просто, вот. Не навижу, я не навижу. Я очень люблю сладкое. Поэтому. Ну, смотри, опять, вот ты любишь сладкое, да? Вот, смотрите, вот я говорю, вот шоколад ред, вот это вот. Ну, вот я... То есть, по большому счету, да? Да, вот в одной конфете вот как раз вот столько килокалорий, сколько на... 43, наверное. Ну, да, да. Но сам факт, что по большому счету сейчас наука, слава богу, пошла вперед, сахарозаменитель уже более-менее можно употреблять, потому что я раньше вообще не могла вот этот сукрозит, который был... Я говорю, я лучше буду без него, да. Да. Сейчас, по крайней мере, вот нормально. Ну, конечно, дорого, дорого, дороговато. Потому что я вот пошла, купила этих там зефир, две тысячи отдала. Но тут уже выбираю. А с другой стороны, на таком питании вот это вот, что жрем, да, эти колбаса, сыр, те же самые конфеты и лекарства. Еще больше. Еще больше, да, на лекарства, еще потом сколько денег, чтобы здоровье поправлять. Поэтому, да. Очень сложно это все соблюдать на постоянной основе. Поэтому вот девчонки, с кем вот именно разговаривали, кто начинал там, я говорю, ну, здесь в первую очередь нужно именно психологически пить. Слушай, ну, а вот по поводу алкоголя? Нет, я вообще не пью. А, то есть, нет проблем. Потому что у многих, у меня тоже, вот я когда там вот два года назад, я тоже так нормально летом похудела, но для меня был пипец отказ от алкоголя. То есть, я прям этому своему диетологу, я же еще вот так вот лично работала, я говорю, что делать, что делать, хочу выпить. Он говорит, ну, хочешь жирной ходить, пей. То есть, по идее. Ну, вот я как бы тоже к этому склоняюсь, что это в любом случае будет нарушение. И я просто такой человек, если я себе даю слабость в чем-то, ну, чрезмерно что-то себе могу позволить, то все равно потом начинаешь, ну, вот сейчас я тут пару дней в режим пойду, потом опять. Мне проще вообще отказаться от этого. То есть, тем более, у меня как бы есть супруг, который себе в этом не отказывает. То есть, если он хочет, то да. И в плане того, что питание, есть сложность в том, что семья, она все равно как бы питается по-своему. То есть, мне приходится себе отдельно готовить и им отдельно готовить. Ну, это опять, видишь, это любовь к себе, что ты заботишься о себе, когда ты отдельно делаешь. Да, естественно, и дело привычки. То есть, я уже привыкла, мне удобно. Из ситуации, что именно перекусы тогда делать, ну, в плане работы, я имею в виду. То есть, мне неудобно там носить постоянно гарнир, второе, свежие овощи. Я взяла опять у вас то, что можно кушать хлеб два раза в день. Вот это для меня это перекус. То есть, я как два приема пищи, у меня стабильный, я кушаю хлеб. Ну, естественно, овощи и мясное что-то или рыбное. Ну, что еще? Не знаю. Слушай, ну, а ты вот сладости, да? То есть, вот ты говоришь, ты любишь сладкое все. Ты как тогда вот выходит в холодильнике? Ну, если у меня нет в холодильнике, я не купила, то, ну, как, ну, с фигпарадом, чай пью. Ну, потому что ты не гонишь по поводу, что... Нет. Ой, сахарозаменитель, да это вообще капец. Или там вот эти вот газировка 0 килокалорий, да это прям уж. Я говорю, ну, каждый выбирает для себя. То есть, я не считаю абсолютно, что там это. Тем более, вообще, не отличается по вкусу. Вот для меня не отличается. Но я употребляю все-таки стевию. Вот не фитпарад, а вот стевия, которая Nova Sweet, в пакетах продается, 369 рублей в Перекрестке. Обалденный сахарозаменитель. Мы проводили даже дома эксперимент. К нам пришла компания друзей. Чак-10. И все начали тоже. Ой, да я сразу отличу. Я говорю, сейчас проверим. Наливаем две чашки кофе. И в обои чашки кладем сахарозаменители. Туда и туда. И подаем каждому. Попробуй. Одну чашку. То есть, люди... Я говорю, сейчас мы в один сахар насыпем, в другой сахарозаменитель. Сыпем везде сакзам. То есть, один сидит или там одна пробует. Так, тут сахар. Ой, тут сахарозаменитель 100%. Я прям чую. А вот тут сахар. А везде и там, и там был сахарозаменитель. То есть, по большому счету, вообще не отличаешь. Но это опять каждый по своему вкусу подбирает. То есть, мне вот больше зашел вот который просто стиле. Мне удобно фит-парад именно в том плане, что я покупаю порционную. Угу. То есть, мне удобнее так, чем вот я буду ложкой там... Ну да, или с собой в сумку кинул. Да, я в Москву когда езжу, или куда-то у меня в сумке фит-парад, я раз, там кофе налила и сделал сладкий. Так, так, так. Короче, у тебя все... То есть, у тебя такая просто сильная мотивация появилась, да? Просто я говорю, может быть, она развелась, может быть, она женилась, может, она там че-как. Поэтому вот это ее прям скажет, все, хорош. То есть, просто тебе надоело, и все. Ну правильно, а тем более завалишина, да? Тренерша наша. То есть, она, в принципе, такая... Если кто к ней ходит, то люди такой закалки хороший, кто ходит к ней тренироваться. Да, она, конечно, вообще огонь. Да. Ой, слушай, ну прям я прям очень... Знаешь, я что-то так переживала. Я, ну потому что все равно, как это, думаю, как ты, что скажешь? Да ну, я там и не хочу там ни в прямой. Эфир бы ходить, не в сторис у тебя сниматься, там. Ну просто все люди разные, да? Я думаю, блин, сейчас это... Ну думаю, если что, я тогда отрублю эфир. То есть, если ты скажешь, нет, и все. А вот ты вообще занимаешься развитием своего аккаунта в Инстаграм? Нет, я... Нет? Так вот, чисто... А то сейчас мы могли бы тебе прям хорошо пропиарить все. Нет, я не... Ну, как бы, у меня нет такой цели. То есть, я спокойно. Я не блогер. Вот такие люди живут со мной на соседней улице, вот как оказалось. На соседней улице прям вообще прям здорово. Вот я сейчас подъехала с работы и встретились. Все прям... Я задала вопрос, который меня интересует. Ну что, ты мне скажи, я в жизни совпадаю с Инстаграмом, нет? Ну, не знаю. В жизни, конечно, гораздо интереснее общаться, нежели наблюдать через монитор. Поэтому... Ну да, да, да. То есть, вот... Вот в жизни-то... Да, ну тут все равно же, вы видите меня по экрану. Скажешь, мотает маску и туда-сюда. Нет, я вообще, когда переживаю, я начинаю, я такой импульсивный человек достаточно. Я, видишь, что, меня туда... Я вот это вот все. То есть, я сейчас сидела спокойно на работе. И сейчас вот как-то вот... Когда какая-то новая такая ситуация, меня какая-то энергия такая... Из зоны комфорта выходят. Да-да, и у меня прям сразу, да. Ну а ты сейчас работаешь или что, да? Да, я сейчас на удалянке. На удалянке. Ну я тебе хочу сказать вот даже по себе, что спорт, он только просто, ну даст мышечный каркас. То есть, будет там осанка красивая. То есть, самочувствие будет однозначно лучше. Но насчет похудения, то есть, еще не факт. Потому что вот все-таки сама тренировка, так как энергии много затрачуешь, сама знаешь, все равно потом жор, аппетит возрастает. То есть, вот специалист по питанию говорит, что спорт помешает. Когда вот я ходила даже на курсы, помешает спорту лучшему сбросу веса. То есть, без спорта вес уходит лучше намного. То есть, лучше даже вот сейчас, пока это карантин идет, ты дойди до цифры, которую ты, допустим, там хочешь. А потом уже подключи спорт и, соответственно, просто чуть-чуть как мышцы нарастить. Да, хочется, как девушки, чтобы немного в тонусе были руки. И, опа, все. Ну это только тренажерный зал. Да, все остальное меня вполне устраивает. И, ну естественно, мне не хочется там никаких-то рельефных тел, еще что-то, именно просто в тонусе. То есть, я считаю, что вот вы, допустим, рассказываете, что вы занимаетесь там два раза в неделю, я думаю, что это вполне. Да, да, да. Просто грамотно построена тренировка и все. В тренажерный зал зашла, все, позанималась и будет прям супер. А если к завалечной хотите, только я говорю, да я к тебе пришла на дискотеку. То есть, я на дискотеку, она говорит, ах, так, ну я тебе сейчас устрою. Вот, то есть, так для настроения. Просто для настроения, потому что там больше как углеводы сгорают. Люди и ходят именно на групповые тренировки для настроения. Особенно, когда находят своего тренера. Да. Это важно. О, слушай, ну я прям была рада тебя увидеть. Спасибо тебе, что ты мне написала. Вам спасибо. Могла бы не написать. За то, что поделились опытом. Нет, я, у меня почему-то изначально была такая мысль, когда я решил принять участие, что, ну, зная себя, именно, что я, когда достигнула, там определенные цифры на весах. Чтобы сказать, вот она, да? Да, ну это, мне кажется, чисто женское то, что. Тем более, я реально очень благодарна. То есть, у меня прям вот настолько вот это все зашкаливает внутри. Спасибо. Не знаю. Сейчас, может быть, скупаны эмоции, но, может быть, еще потому, что мы все равно в прямом эфире. А так я прям вообще... Ну, спасибо тебе. Так, я выхожу. Мы тогда сейчас так пообщаемся уже без прямого эфира. Вот, блин. Маска, конечно, и вчерашний кулич сделали свое дело с моим внешним видом. Все, пока всем. Выйду вечером. Так. Так. Зверну.